Один из самых востребованных в составе СИВГУ – Институт информационных технологий и управления в технических системах. Талантливых специалистов он выпускает на рынок труда вот уже 50 лет. Сегодня абитуриентам предлагают обучение по четырём популярным направлениям – информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика и управление в технических системах. Бюджетных мест довольно много – 193 для поступающих на бакалавриат и 56 на магистратуру. У нас студенты, есть победители Олимпиады IT-планета. Соответственно, они заняли в прошлом году первое место в области мобильных приложений по Российской Федерации, первое место в области робототехники по Российской Федерации. В этом году у нас студенты участвовали в Олимпиаде, которая называется «Я профессионал» и тоже заняли первое место. И один из студентов получил право обучаться в любом вузе России в магистратуре и премию 200 тысяч рублей. Вот, по-моему, это ярко говорит о том, почему нужно обучаться здесь. Студентам института для обучения доступно множество новейшей техники и несколько лабораторий. Каждый может работать над своими проектами на базе вуза, чем многие студенты успешно пользуются, создавая собственных роботов. Работу над собственными проектами приветствуют и в других вузах. Например, студентка Института общественных наук и международных отношений Татьяна Пряникова с нетерпением ждёт запуска Международной школы юного дипломата. Грант на её создание она выиграла на конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи и спорта при поддержке своего университета. Ребята смогут погрузиться в атмосферу дипломатии, и там будут затронуты все темы от экономики, политики, истории, международных отношений, всё-всё-всё. Мы будем его проводить на базе комплекса ФЕСК, который тоже у нас здесь в СевГУ. В этом институте уже много лет проводят обучение по направлениям история, лингвистика, перевод и переводоведение и журналистика. В этом году к ним добавятся уникальные по своему наполнению для Севастополя и Крыма социология, политология, рекламы и связь с общественностью. В институте ставят цель выпускать максимально универсальных специалистов. Конечно, он будет владеть профессиональными знаниями, но при этом его не смутит ни наличие необходимости создать проект, потому что всегда говорят, гуманитарий – это такое существо, которое совершенно ничего не имеет. Они будут думать всё. Молодой по сравнению с остальными юридический институт. 18 мая он будет отмечать три года со дня своего создания. Однако за это короткое время он уже успел зарекомендовать себя как отличное учебное заведение со своими особенностями. Морской вектор развития присущий всему университету в целом. Например, как нигде в Севастополе окажутся востребованные выпускники кафедры морской и таможенной права. Помимо профильных знаний обещают развитие в творческой, научной и практической сферах. Мы сегодня демонстрировали, прежде всего, криминалистические чемоданческие возможности. Это тот инструментарий, с которым сталкивается каждый практикующий юрист. Я думаю, что наши студенты, те, кто пожелает, по крайней мере, имя стать, они пощупают, на практике почувствуют, что это такое. Поэтому мы сегодня продемонстрировали, но не углублялись, так сказать. Всё мы покажем тем, кто захочет глубже изучать. В состав Севастопольского государственного университета сейчас входит 10 институтов со множеством различных направлений в каждом. Найти обучение по специальности мечты здесь смогут многие. Ещё один существенный плюс – сравнительно невысокая цена. В среднем за год студенты платят не более 100 тысяч рублей. При этом вероятность поступить на бюджет довольно высока. София Драговоз, Дмитрий Лилека, Северинформбюро.